Есть две категории шайтанов. Имеются внутренние дьяволы внутри нас. Это Аль-Карин, а также внешние дьяволы. Эти внешние дьяволы свободно бродят, перемещаясь из одного места в другое. Они и есть те, кого буквально заковали, и Пророк Алейхиссалату Ассалям сказал, что означает «закованы в цепи». Внешние дьяволы закованы. А что же насчет внутренних дьяволов? Что происходит с ними? Аль-Карин, мои братья и сестры в исламе, и Пророк Алейхиссалату Ассалям говорит, «Это шайтан, который перемещается в теле человека так же, как кровь течет в его теле». И что же происходит с этим шайтаном в течение Рамадана? Его воздействие будет сильно снижено, и его злые навущения тоже сойдут на минимум, хотя он все еще в теле. Как это понять? То есть, когда человек пастится, то у него бывает сильное желание только относительно еды и питья. Когда вы паститесь, испытывая сильное чувство голода и жажды, то о чем вы думаете? Вы думаете о еде, что является разрешенным, потому что дозволено ведь думать о еде. А представьте человека, полностью удовлетворившего свой голод. О чем будет думать он? Такой человек начинает думать о запретах, о злых соблазнах и желаниях и так далее. Поэтому тот, кто голодает, то его внутренний шайтан, и буквально, когда человек пастится, то его вены и артерии становятся меньше, то есть сужаются. И таким образом, перемещение этого внутреннего дьявола по вашему телу тоже становится ограниченным. И потом, ваш голод и жажда заставляют вас думать только лишь о дозволенном. Ваше желание связано с дозволенном и вдалеке от каких бы то ни было запретных мыслей. Именно поэтому злые навущения шайтанов минимизируются в месяц Рамадан. Аллах убирает самое большое разрушение из нашей жизни. И поэтому вы находите, что люди совершают такие благодеяния в Рамадан, выполнение которых они не замечают за собой до или же после Рамадана. И это благословение Всевышнего Аллаха, Святого на Велик, по отношению уверовавших. Субтитры создавал DimaTorzok